Всем хеллоу, любители ЕГЭ по английскому языку! Мы продолжаем с вами готовиться к этому знаменательному экзамену и сегодня разберем самое сложное задание – эссе. Я расскажу о том, как не уйти от темы. Мы разберем конкретное эссе, перефраз, введение перефраз темы, далее аргументы за, аргументы против, опровержение противоположной точки зрения и вывод. Если данное видео зайдет вам и покажется полезным, то буду дальше разбирать вместе с вами эссе, чтобы вы получили максимальный балл за экзамен. Итак, начнем. Наше сегодняшнее эссе на тему спорт. Спорт is a way to avoid stress. Перед тем, как вы начнете писать эссе или даже мысли направлять свои в тему аргументов и понимание позиций за, против, нужно перевести тему эссе и нужно это сделать грамотно. Итак, спорт, в данном случае спорт – это способ избежать стресса. Первое, пожалуй, о чем стоит подумать – это о перефразе. Если вы неудачно перефразируете тему, то можно сразу уйти от этой темы и сразу аргументы пойдут вообще в другую сторону. И это 0 баллов. Очень обидная ситуация. Поэтому давайте с вами разберемся с перефразом. Перефразировать мы можем с лексической точки зрения, то есть подобрать синонимы к тем словам, которые здесь есть, либо с грамматической точки зрения. Если ни один синоним в вашу голову не приходит, мы с вами меняем грамматическую структуру. Каким образом это делаем? Например, возьмем слово stress и сделаем из этого слова другую часть речи. Stressful, например, стрессовый. И в данном случае мы не поменяем ни одно слово, но поменяем грамматическую конструкцию. Например, И самый лучший и надежный способ это подобрать грамотный синоним. В данном случае мне хотелось бы поделиться с вами синонимами на тему avoid stress. To avoid stress. Избежать стресса. Что мы здесь можем сказать? For example, to reduce stress. Один из вариантов. Запишите себе to reduce stress. Sport is a way to reduce stress. Дальше. Lesson stress. Уменьшить стресс. Sport is a way to lessen stress. Далее. Relief. Relief stress. Sport is a way to relieve stress. Что еще? Справляться со стрессом. To cope with stress. Еще один вариант. Рекомендую вам выписать все синонимы по данному вопросу. Еще, что мы можем изменить? Например, слово sport, оно также встретится в нашем эссе много-много раз. Какие синонимы к слову спорт мы могли бы подобрать? Потому что тема подбора синонимов очень, ну, подбора синонимов очень такая животрепещущая. Итак, что здесь? Physical activity, конечно, physical activities, в зависимости от того, что мы хотим сказать. Physical exercises, конечно же, стандартно. Начнем с введения. Что мы должны сделать в введении? В первую очередь, подчеркнуть актуальность проблемы. Ну, даже вот слово nowadays очень даже нам подойдет. И далее обозначить одну позицию, одну точку зрения, другую точку зрения с помощью перефраза. И в общем-то все. И начинать отстаивать свою точку зрения уже в следующем абзаце. Я бы вам порекомендовала сейчас поставить на стоп и самостоятельно попробовать с помощью тех синонимов, которые я сейчас вам дала, перефразировать тему. Рекомендую вам попрактиковаться и попробовать самостоятельно написать. Потому что, когда вы пишете, то вы лучше запоминаете. И далее в конце нашего видеоурока я покажу вам вариант этого эссе, на который вы сможете опираться. При написании сможете почитать его, запомнить какие-то идеи и самостоятельно попробовать переписать еще раз эссе на данную тему уже с использованием тех идей, которые здесь есть. в конце видеоурока это поиск. Продолжение следует...